Слава Господу! Слава Господу! С вами пастор Генри Мадава, в эфире «Голос Победы». Победа во Христе – это такая радостная тема. Почему? А потому что в нем есть гарантия на победу, когда мы находимся в территории, в которой Бог нам определил через Его Слово, призвание и так далее. Очень часто бывает много битв в жизни, и люди пытаются понять, чего на меня так нападает дьявол. Почему сели тьмы так терроризируют меня? Очень часто вся борьба за территорию. Это сатана хочет, чтобы ты покинул определенную территорию. Территория семьи, территория бизнеса, территория служения, территория призвания и так далее. Есть территория, в которой иногда дьявол пытается тебя выдворить. Вот я нашел одну историю в Библии, вот Гадаринского одержимого. Отчего дьявол так его взял в цепях, оказывается, и за территорию. Вот этой совместности было в территории, называется, десятиградия, которому было призвание Божие на этого человека, чтобы он туда принес благую весть. А сатана хотел убедиться, чтобы это не произошло. Но когда Иисус пришел, он стал свободным, достиг десятиградия, территорию для Бога взял. И ты сегодня, Бог просит тебя, не сдавай свою территорию. Давай ты послушаем эту проповедь. Бог благословит тебя через это. Это очень важное послание. Каждый из нас, живущий на земле, это ты, твоя жизнь, твоя семья, работа, то ли бизнес, твое призвание, дом, машина и все твои имущества, это твоя территория. Это твоя территория. Это не просто ты, это целая территория. И Бог, Он видит тебя, если ты рожден свыше, как продолжение Его царства. То есть ты не просто человек, рожден свыше, ты продолжение царства Божия. Божий план такой, если ты с Ним, то, что твое, там и Его царство, там и Его свет. Но получается, что дьявол пытается забрать эту территорию для расширения своего влияния. В принципе, влияние дьявола выражается чем? Приносит страдания, приносит мучения, приносит тьму. Но он не может через деревья. Он это делает через людей. Поэтому, поскольку дьявол пытается забрать мою территорию, это моя задача, отстаивать свою территорию и не отдать свою территорию врагу. Идет целая борьба за территорию. Борьба за территорию. Евангелие от Марка, 5 глава, 2 стих по 13. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его, вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями. Потому что многократно был он скован оковами, цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укоротить его. Вседо ночью и днем в горах и в гробах кричал он и бился о камне. Увидев же Иисуса, издалека прибежал и поклонился Ему. И, вскричав громким голосом, сказал, что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего. Заклинаю тебя Богом, не мучай нас, меня. Ибо Иисус сказал ему, выйди, дух нечесть. Когда ты говоришь дьяволу, выйди, это его мучает. Из всего человека, и спросил его, как тебе имя, он там сказал, легион, потому что нас много. И много просили его, десятистых, чтобы не выслал их вон из страны той. Они хотели остаться в той стране. Послушай, там много свиней, и беси, короче, были отправлены, вошли в свиньи, которые были там рядом. Вот, Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи вышли. Территорию. Борьба за территорию. Первое, что мы видим, человек пойман нечистыми духами. Когда нечистые духи приходят в жизни человека, мы никак не узнаем, не видно, не ощущается. Иногда ощущается, но очень редко. Очень редко, чтобы человек сидел и говорит, мне кажется, дух вошел в меня. Оно незаметно и неошутимо. Единственные признаки того, что какой-то нечистый дух здесь работает, это жизни человека, внутри которого вошли нечистые духи. Почему? Потому что главная причина, почему нечистые духи приходят в жизни человека, в его территорию, это для того, чтобы проявлять себя. Они не могут себя проявлять без тела или без использования человека. Поэтому этот человек, он, видно, был нормальным человеком. Но теперь где он? Он живет в гробах, он кричит по ночам. Это все, что он делал, это было выражение или проявление нечистых духов, которые в нем обитают. Поэтому я могу смотреть на человека. Я не пойму, что бесы живут в нем, кроме, когда я начну видеть образ жизни. Важно, чтобы мы замечали, что где бы ни было нечистые духи, от них можно избавиться. Почему? Потому что присутствие Иисуса Христа мучает бесов. Они мучаются от Его присутствия. Присутствие Господа Иисуса или всего, что представляет Его Царство, то ли пастор помазанный, то ли лидер помазанный, то ли поклонение, то ли чего-то, оно создает большой дискомфорт для дьявола. Всегда. Присутствие Господа, присутствие Духа Святого, присутствие Слова Божьего, присутствие силной молитвы, оно создает большой дискомфорт демонам. Вот. Когда Иисус пришел в эту страну, к Нему бежали поклоняться. Ну, поклонение Богу, это нормальное, но в этом случае поклонение было ненормальное. Понимаете? Когда поклоняемся Господу, Он любит, чтобы мы поклонялись добровольно. В этом и красота. Если принуждают, поклоняйся. Ну, что за поклонение такое? С Богом нужно, чтобы было добровольно от души. Скажите Амин. Поэтому вы когда-нибудь, кто-нибудь из вас вышел бы замуж по принуждению? Ты любишь его? Нет, ненавижу. Выходишь замуж? Да. Когда? Сейчас. Противоречие. Потому что настоящая любовь, она непринужденная. Неважно, какими деньгами ее купили, это не любовь. Вы понимаете? Бог таков же. Поэтому заметьте, исходя из того, что мы читали здесь, они пали перед Ним и говорят, вот, не мучай нас. главно остаться в ринге. Рано или поздно дьявол убежит. Вот почему, когда я говорю, что улыбайтесь, вы всегда радуетесь, бесконечно, чтобы дьявол не нашел возможность сеять свое ее семья разрушения у вас. Поэтому они просили, не надо нас из территории. Им важно была территория. А вы спросите, а почему Иисус не выгнал из территории? Они бы вышли из этой территории и пошли в другой. они же еще не пришел время им пойти в ад еще. Они бегают из территории на территорию. Вот поэтому я пришел к выводу, что оказывается, когда бесы выходят от одного, они ищут новый дом. Они ищут новый дом. Поэтому если легкомыслено на собрание, где двигается Дух Святой, ты можешь выйти оттуда более занятый, чем ты пришел. Либо с Богом сто процентов, либо найти место, где особо ничего не делается. Но в тот день не в Духе оказались свиньи. А они совсем не в Духе. Притом смотрите, кто выбрал кого войти. Они. Один из них побежал, что ребята, тут свиньи. То есть они проверяют выбирают куда им. И вот получается, что они вышли из человека, но в территории остались. Одна из причин, почему я думаю, что Иисус не убрал их из территории, потому что территория была полностью под влиянием дьявола. Смотрите, эта территория была оккупирована. поэтому этот человек, он кричит по ночам, Библия говорит, никто не ходил тем путем. То есть город поменял свое хождение, свое поведение из-за одного человека, который наполнен небесами. И до сих пор дьявол таких людей использует. Вы когда-нибудь слышали такое, что в нашей семье, как только мама пришла, мы все меняемся. Что произошло? Дьявол контролирует через эту маму. Это не только, да, бесы в ней возможно, но цели дьявола не только маму взять, а контролировать всю семью. Вот почему сильные личности важны и Богу, и дьяволу. в семье Ахав, например, он использовал Езавель. Удивительно, что когда Езавеля не было рядом с Ахавом, Ахав такой набожный, такой любящий Бога, прямо вообще, как только появляется Езавель, ему надо лицо держать, ему нужно, ему надо и попадать под контролем. Я не говорю, что все контролирующие личности, это демонизированные люди, но в любом случае, дьявол это использует. Этот человек, которого Иисус освободил, он попросил Иисуса, могу ли я с тобой идти? Иисус сказал, нет, со мной не пойдешь, оставайся, иди, расскажи, что с тобой делал Господь. Демоны не понимали стратегию Бога, что Бог тоже за территорию. Но Божий метод, он пришел, освободил человека, через которого демоны контролировали территорию. Раз, свобода, два, дал ему поручение. И тот пошел везде проповедовать, и поменялось, пришло новое влияние на территорию. Не только дьявол любит влиять на территорию, но Дух Святой, через наполнен Духом Святым человека, тоже влияет на территорию. Каждый из нас здесь, нету неутравной позиции, мы либо влияем на территорию ради дьявола, или влияем на территорию ради Господа. Нет другого. Деяния апостолов, 8 глава, Библия говорит, 5 стих. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ надушно внимал тому, что говорил Филипп слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одрежимых ими выходили с великим воплем, и многие расслаблены и хромы исцелялись. Вот получается, что влияние Духа Святого в городе, который пришел через Филиппа. Какое было влияние в городе? Радость. Скажите радость. В городе была радость. В городе был мир. В городе была свобода. В городе было исцеление. В городе было чудеса. В городе была большая перемена. это признак. Поэтому, когда ты приходишь куда-то, типа, был там час-два, очень просто оценить, кто через тебя работает. Оценивай уровень радости среди людей из-за того, что ты пришел. Оценивай уровень мира, покоя. Оценивай. Если ты пришел из скандалей, крики все время враждай за тебя, что-то через тебя работает, только не Дух Святой. Поэтому, заметьте, Бог хочет, чтобы мы с вами были агентами Царства Божия, наполнен Духом. И куда бы мы ни пришли, пришла туда. Радость в городе. Понимаете вы, свобода, мир. Бог не создал нас, чтобы мы были замучены, измучены. Нет, Бог хочет, чтобы мы имели радость, смеш, пригали, свободными. Аллилуйя называется. Скажите Аминь. Якова, 4 главы, 7 и 8 стих. Итак, покоритесь Богу, предвосстаньте дьяволу и убежить от вас. Приблизитесь к Богу и приблизиться к вам. Очистите руки грешники, исправите сердца двоедушные. Защищать свою территорию, самый первый метод, написано, покориться Богу и предвосстать дьяволу, и дьявол убежит. Помните, у дьявола нет терпения, много, у него нет долго терпения, у него нет плода духа, это плода духа, у него их нет. Он не как Господь Бог, который не утемляется, дьявол утемляется рано или поздно. И поэтому, если ты будешь стоять, продолжать, продолжать, говорить Слово Божие, делать Слово Божие, рано или поздно, он убежит. Пасторе Генри, я хочу, чтобы, где бы я ни был, было очевидно, что рука Божия со мною, за меня, на моей стороне, всегда. Какой ключ? Есть ключ. Какая? Это отданная, подчиненная, покоренная жизнь. Согласно Матфея 26, 39, Иисус отошел немного, пал на лице своем, молился и говорил, Отче Мой, если возможно, доминует меня чаще с Я, впрочем, не так, как я хочу, а как Ты. Что такое отданная жизнь? Отданная жизнь, это когда мое хочу больше не диктует в моей жизни. Хочу. мы все имеем хочу. И вот это хочу у Иисуса тоже было. Он говорит, если можно, чтобы эта чаша прошла мимо, но не как я хочу. Послание к Римлянам 6, глава 16 по 18 стих. Но ужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя, кому вы отдаете себя в рабы для послушания? То есть, кому ты послушен, какому явлению ты послушен, каким импулсом ты послушен, того вы и рабы. То есть, рабство выражается послушанием. Поэтому вы рабы тому, кому повинуетесь. то есть, если раб греха к смерти или послушание к праведности. То есть, получается, чему я слушаюсь, тому я и раб. Если в этом послушании есть грех, который я слушаюсь, на самом деле это сатана, смерть и тому подобное. Или же праведность я слушаюсь. То есть, получается, что есть понятие рабства. Многие люди, они рабы вообще-то. Он нормальный целый день, пока его не провоцировать. Как только его провоцировать, его рабство проявляется на максимум. Он раб гнева, раб страха, раб много чего. Она спокойная, пока муж что-то не сделает. И ее рабство начинает проявляться. он хороший, пока жена не забыла кушать, готовить. Как только она забыла, его рабство начинает проявляться. Неважно, в каком виде рабство пришло в твою жизнь. Неважно, как провоцируется. дьявол дьявол любит провоцировать через кого-то, чтобы ты обвинил других людей. Чтобы ты не увидел, что это рабство в тебе. Чтобы ты подумаешь, муж виновен, жена виновна, дети виновны, родители. на самом деле, эта дьяволская тактика приносит провокацию, чтобы ты никогда не взял ответственность за свое рабство. Чтобы ты всегда нашел, нашла кого обвинять. И таким образом удержит тебя спокойно, доводя тебя до смерти. Да, много провокаторов вокруг, но жизнь моя, это моя территория. Слава Господу, слава Господу. Так великолепно, когда Бог говорит к нам, обращается к нам. Я давно уже научился, если Бог мне поручает держать какую-то территорию, как бы дьявол не напал, ресурсы, чтобы одержать победу у меня. Вот когда-то Бог меня призвал молиться заболнить. Это территория. И дьявол напал на меня, чтобы я отпустил эту территорию. Я не отпустил, я держался и продолжал. И слава Богу, в нем победа. и поэтому сегодня хочу, чтобы вместе с вами мы посмотрели на эти свидетельства людей в этой территории, территории исцеления, которые получили чудо, потому что я держался и не сдал свою территорию. Давайте посмотрим. Николай, более десяти лет, болел сустав сбоку. Нужно было ставить протезы. Сейчас боль ушла. Нужно было поставить протез в какой сустав у вас? Вот тут шаровый сустав. И что сегодня произошло? Ну, поднимаю ноги. Раньше вы не могли это делать? Так сильно не мог. Когда эта проблема началась? А, давно уже. Пять лет точно. Точно. И должны были поставить, еще раз поднимите ногу. Церковь, дайте аплодисменты Господу за это. Боже, я благодарю тебя за полное чудо во имя Иисуса. У Василины Васильевны был зуб на шее, который она ощущала руками. И вот после молитвы она не может его найти. Вы не можете найти зуб на шее. Она куда? Где она была? И вы сейчас ищите, вы не можете найти. Куда он, куда он забрал? Да. Вы знаете как? Это очень интересно. Когда есть зуб, и оно исчезает. Нельзя же придумать, нельзя никак. Как давно оно было? Ну, пару уроков было, я на учете стояла. Слава Богу! Бог вас любит, Боже, благослови ее! У Людмилы два с половиной года назад был поставлен диагноз артроз правого колена, и она едва смогла прийти на служение из-за сильной боли. И сейчас полностью ушла, и она может ходить даже практически не хромая. Какое колено? Правое. А вы можете так сделать? И оно нормально? Нормально, не болит. Не болит? А как давно оно болело? Два с половиной года. с половиной года. И как врачи сказали, что это? Сказали, что это уже к старости дело идет. Значит, вы помолодели сегодня? Боже, спасибо тебе во имя Иисуса. Идти до краев земли и проповедовать Евангелие, призыв Господа Иисуса, который остается неизменным. С 2003 года служение Христос для всех городов расширяет границы и завоевывает новые территории для Царства Божьего, проповедуя Евангелие в странах Азии, Африки и Европы. Фестиваль Иисуса – это место, где каждый может прийти и получить свое чудо от Бога. Место, где тысячи людей, слыша благую весть, обретают Мы благодарим каждого партнера служения Христос для всех городов и тех, кто единоразово жертвовал финансы для проведения фестивалей Иисуса. Всегда это большое благословение. Когда мы не сдаем территорию, многие уже сдали территорию. Территорию семью ты сдал, территорию бизнес ты сдал, территорию служения сдал, территорию исцеления сдал, территорию освобождения сдал и так дальше. Много территорий, которые люди сдали. Сегодня давайте вернем назад. Начинаем с того, что мы будем каяться, просить у Бога прощения. И вообще, если ты еще не знаешь Иисуса, как своего личного спасителя, в этой молитве, тоже хочу, чтобы ты помолился. И те, которые потеряли территорию, просить прощения у Бога, что мы сдали территорию и возвращаемся. А кто еще не принял Иисуса, мы принимаем его и входим в Божью территорию. Все вместе, от всего сердца, молите со мною такую молитву. Отец Небесный, спасибо тебе, что Господь Иисус умер за мои грехи и воскрес из мертвых. Ты мне дал территорию, и я потерял, прости меня, прости мои грехи, прости очисти мое сердце, что я не знал Твоего Сына. Господь, я прихожу к Иисусу, я признаю Его своего Спасителем и Господом. Боже, я соглашаюсь возвращаться и забрать обратно мою территорию. Во имя Иисуса Христа. Амин. Слава Богу! Если Бог, если ты помолился искренне, Бог тебя простил. Теперь я хочу помолиться за тебя, чтобы Бог исселил тебя и твоя территория вернулась. Во имя Иисуса я иду против всякой дьяволской силы, которая отбирает территорию людей. Поражаю тебя, дьявол. Приказываю тебе, уйди из их здоровья, из семьи, из служения, из их бизнеса, из их всего, где они Богом поставлены. И запрещаю тебе, дьявол, во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу! Как хорошо! Я поздравляю вас теперь с новой силой, новым настроем. Возвращайте свою территорию, служите Господу и приносите славу Господу Богу. Пусть вас Бог благословит. До свидания. Господу 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 Субтитры подогнал «Симон»